История с зарубежными миллионами, якобы полученными Коми правозащитной комиссии «Мемориал» по-прежнему в центре внимания. Региональные представители партии «Родина» заявили, они намерены жаловаться в Генеральную прокуратуру страны, цитата, «новопиющее бездействие правоохранительных органов», в частности, прокурора республики по отношению активности так называемых агентов западного влияния. По словам члена правления регионального отделения партии Александра Рассохина, соответствующее обращение в федеральный надзорный орган уже подготовлено. Евгений Ракин продолжит. Сначала информация о материальной поддержке отцов Коми-демократии иностранными фондами появилась в социальной сети. Анонимно, правда, но в подробностях. Откуда, сколько и кому. Затем эта тема всплыла в республиканских СМИ и уже после получила широкий общественный резонанс. Сам факт финансирования мемориала из зарубежных источников руководитель правозащитной комиссии Игорь Сажин опровергает и одновременно признает, мол, деньги все-таки получали, но исключительно в целях поддержки интернет-журнала «Семь на семь». Обычно надзорные органы стараются обращать внимание на публикации СМИ. Будь то нарушение законодательства в сфере ЖКХ, дорожной отрасли или экологии. Если информация об этом прозвучала публично, реакция прокуратуры следует незамедлительно. Это типичная практика. Однако информация о правозащитниках мемориала, которые якобы получили 215 тысяч долларов или 8 миллионов рублей в пересчете на наши, надзорные органы республики как будто не интересуют. Все тут представители родины. В республиканских СМИ появилась информация о том, что местная правозащитная организация «Мемориал» получила за этот год порядка 8 миллионов рублей из так называемого фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» и из других источников, в том числе и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Печально, что прокуратура не замечает таких данных и не предпринимает никаких действий. Хотя поручения президента по этому поводу были давно даны. Возмущенные позиции надзорных органов члены регионального отделения партии Родина уже подготовили соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в этой истории и оценить действия местных правоохранителей. Мемориал откровенно дискредитирует органы государственной власти. Они защищают сидящих в нашей республике головорезов чеченских боевиков. Они собираются устраивать обучающие семинары для молодежи, где будут пропагандировать понятно какие идеи. Вся эта, с позволения сказать, деятельность осуществляется на гранты госдепа. А в это время наш прокурор Бажутов не реагирует на это никаким образом. К слову, не признал в мемориале иностранного агента имен Юст Коми. Даже официальную бумагу выдал. Хотя о сотрудничестве правозащитников с зарубежными фондами и службами было известно и ранее. Два года назад, к примеру, немцы выделили отцам Коми-демократии 50 тысяч евро. Это около двух миллионов рублей. О чем даже отчитались позднее на сайте посольства Германии в Москве. А американцы в том же году раскошелились на открытие редакции интернет-журнала 7 на 7 в Мурманской области. Вот сейчас у нас есть подтверждение от двух организаций. Это вот уже упомянутая вещь. И вот я впервые вам говорю, что кроме этого у нас есть еще 25 тысяч долларов, которые нам перечислили пока только часть, на открытие редакции в Мурманске. Это нам перечислил вот такой фонд под названием National Endowment for Democracy. Национальный фонд в поддержке демократии. Неудивительно, что иностранцы финансируют мемориал под предлогом развития интернет-журнала. Проект якобы поддерживает гражданские инициативы и свободу слова. Впрочем, и многие уже догадываются, что подразумевают эти спонсоры под словом «демократия». Опыт братьев украинцев в этом смысле бесценен. Между тем, интернет-журнал 7 на 7 стремительно развивается. Сегодня он информирует уже 9 регионов. В перспективе все 30. А раз так, дружба ярых защитников свободы слова с западными партнерами будет только крепнуть. Евгений Ракин, телеканал Юрген. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!